Когда-то аналоговое поколение физиков и лириков ходило в настоящие походы, ночевало в настоящих палатках, варило чай с баданом на настоящем костре, пели песни из репертуара КСП. Ну а теперь все это превратилось только в арт-инсталляции, музейные артефакты. И здесь, в научном квартале, около здания биржи, мы видим, как это здорово было когда-то. Ну а нынешнему дигитальному поколению только завидовать. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь, еще в предстоящие войны. Тебе предстоит уцелеть, уже и рассветы проснуть, что к жизни тебя заворотят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Многие гудят, и мы, честно, пришли в артиллерийский музей для того, чтобы рассмотреть здесь какие-то реконструкции и старое оружие. Ну, выяснилось, что в нашей команде слишком много пацифистов, пока мы доходили до очереди людей, которые рвутся посмотреть на орудия убийства. Энтузиазм, паугас. Так что идем далее. Что говорит нам эта огромная очередь, которая начинается почти что у самой станции метро Горьковска, идет до павильона Ленфильма. Наверное, то, что наш народ, несмотря на елки бесконечные и поделки КВНщиков, по-прежнему любит кино. Может быть, это обещание того, что когда-нибудь хороший настоящий кинематограф еще вернется. А пока мы не рискуем зайти на Ленфильм, благо, что туда есть пропуск и на другие дни недели. Ленфильм 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 Наш марафон неожиданно продолжается. Многие сами собой принесли сюда фонтанный дом, где каждый год самые интересные яркие световые инсталляции. Правда, теперь для контраста не так много темноты. И вот настало время ответить на самый классический вопрос о том, что превращает ночь в день, и наоборот, правильный ответ – поэзия. Разумеется, в фонтанном доме это делать проще всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В программе «Ночь музеев» у строителей приготовили нам 120 площадок. Мы побывали только на 10, хотя мы находимся в процессе 15 с половиной часового марафона. Может быть, были те, кто установил больше рекордов. По крайней мере, мы брали качеством вдумчивостью. А здесь в Анненкирхе, где приготовили настоящий квест для посетителей. Мне кажется, каждый уже прошел такое посвящение или квест, кто добрался до пятого до шестого часа утра. С новыми силами в бой. Мы надеемся, что мы прокачали какие-то арт-опции. Стали духовнее, выносливее, энергичнее, интереснее как личности. Продолжение следует...